Здравствуйте, друзья! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. И сегодня у нас будет интересный онлайн-гадание на Таро Кармы на такую тему. Что вам нужно знать прямо сейчас? У нас с вами будет 6 позиций по одной карте. Пока выкладываю карты, приглашаю вас на индивидуальные расклады. Цены у меня довольно демократичные. Запись идет не на месяцы вперед. Вот сейчас идет запись на понедельник, 3 июня. Поэтому спешите. Пишите мне в Viber, WhatsApp, личные сообщения, ВКонтакте. Также в Директ Инстаграм. Я обязательно отвечу. Сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами обязательно поработаем. Также приглашаю вас в свою группу ВКонтакте. Диагностика, сканирование целителями. Там есть все для развития экстрасенсорных способностей. И приглашаю вас в Инстаграм. Там каждый день есть новые онлайн-гадания. Обязательно присоединяйтесь и пишите. Также приглашаю вас на чистки с установкой защиты и откатом. Они у меня от луны не зависят. Также ритуалы на финансы, на здоровье, на отношения. Все это делается только после диагностики. На диагностику также по цене расклада. Можно записаться на понедельник. Также на психологические консультации приглашаю. Разберем вашу проблему. Раскрутим клубок. Размотаем и все будет у вас гораздо лучше. Также заряжаю талисманы. Очень красивые из янтаря талисманы. Из другого камня есть, конечно, тоже очень красивые. Есть браслеты. Есть браслет «Красная нить». Одна моя клиентка мне посоветовала вот такие браслеты заряжать. И действительно, очень красивые браслеты, сплетенные из красной нити. Это как такой вот оберег, который имеет обережную функцию, естественно. Он есть с янтариками, есть просто с глазиком. И также заряжаем на вашу цель. Так что обязательно обращайтесь. Я вам помогу достичь каких-то ваших целей в жизни. Итак, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая позиции. Что вам нужно знать прямо сейчас? И начнем. Для тех, кто выбрал первую позицию, мы видим карту «Шестерка кубка». Посмотрите, на ней написано «Безверие». То есть, у Скляровой у нее свои вообще, конечно же, какие-то, ну так скажем, трактовки по картам. Свои арканы совершенно. Хоть они и называются сходными, с колодами, с обыкновенными, да, с второго ито. Но все-таки это совершенно свои вот эти вот карты. И вот эта карта «Безверие», она о чем говорит нам всегда? О том, что мы, вот что мы должны знать прямо сейчас, да, что нам нужно научиться обращаться к высшим силам. Что нельзя показывать другим людям, показывать, что мы верим. Нельзя, может быть, даже показывать, вот я молюсь, вот посмотрите, как я молюсь, да. А молиться душой, молиться вот прям четвертой чакрой, вот оттуда молитву посылать. Из души посылать Богу молитву, своими, может быть, словами. Учить каноны, учить молитвы, учить какие-то, да, там, большие тексты молитв. Нет, незачем. От сердца молиться надо. Вот. И карта показывает также много другого показного, да. Это, когда мы перед людьми показываем что-то, чего в нас на самом деле совершенно нет. То есть, вот я вот сейчас перед всеми приберусь. Значит, я такая-то хозяйка, хороший человек. Я душой не хотела прибираться, не хотела делать никому добро, но я хотела всем показать, какая я замечательная, чтобы меня любили. Я вот сделаю вот это, это, это. Вам надо осознать сначала, вот для чего вы это делаете. Чтобы вас любили или чтобы делать кому-то добро. Если вы сделаете кому-то добро, это вам зачтётся. Если делаете что-то ради того, чтобы вас полюбили, это по дьяволу работа. Вот вам что нужно знать прямо сейчас, что вы недостаточно верите, у вас вера не из души идёт, что внутри вас поселилось вот это вот показное. И пока вы это показное не уберёте, нет смысла дальше двигаться по жизни, да, вот с этим вот показным. Потому что оно всё у вас больше затягивает к дьяволу и к тёмным силам. Ну такая первая позиция поучительная. Вторая позиция. Что вам нужно знать прямо сейчас? Единица или туз, кубка мы здесь видим. И мы здесь видим женщину, на руках у неё ребёночек. И мы здесь видим надпись, план феноменов. Сейчас я вам буду рассказывать, про что эта карта, зачем она, да, вам выпала и почему. Во-первых, смотрите, женщина с ребёнком. Мы понимаем, что вам уже идёт знак какой-то, знак про ребёнка, да. То ли вам суждено скоро забеременеть, то ли вам суждено скоро его вообще родить. Это первое, да. Дальше. Может быть, вам нужно своего ребёнка оберегать, который у вас есть. Переключить на него сейчас своё внимание. То есть, что вам нужно знать прямо сейчас? Что-то про вашего ребёнка, существующего уже в этом мире. Либо про вашего ребёнка, который только будет рождаться. Но то, что вам написано, что-то быть матерью или материнство, это факт. Что ещё можем мы сказать? То, что всё в этом мире, всё в этом мире, вот материя любая, да, она рождена из энергии. И когда, как сказать, когда мы завладеваем чем бы то ни было, да, материальным, мы должны понимать, откуда оно вышло. Оно вышло из божественного. Поэтому, когда мы смотрим внутрь себя, мы должны обращаться к своим истокам. То есть, с одной стороны, это может быть обращение к своему ребёнку, с другой стороны, обращение к своей матери. К своей матери обратиться, к своему истоку обратиться. Откуда ты вышел, откуда ты произошёл, да, к своему роду, может быть. И посмотреть, вот вглубь вашего происхождения, понять, может быть, что-то, что сейчас вам, вот как программа негативная по роду или ещё что-то, да, мешает продвигаться вперёд. Может быть, вы обижены на свою мать, простите её. Может быть, вы обижены на свой род, простите свой род полностью. Вам спишутся негативные кармы рода, негативные программы, понимаете? Вот. Также что ещё могу сказать? То, что физика — это физика, да, а духовность — это духовность. Вам нужно понять, что физики, по сути, не существует. Но если вы начнёте повышать свою духовность, вы будете здоровы, вы будете богаты. Вы заполучите то материальное, чего вам не хватает, но только обратившись к духовности. Потому что Бог вам всё даёт, вам Бог всё даст. Но вам нужно научиться не зависеть от чего-то материального, понимаете? Вам нужно обратиться к своему развитию, приобрести иной опыт, чем вы сейчас приобретаете на Земле. Вот. Поэтому вместо того, чтобы на поверхность смотреть, посмотрите вглубь, посмотрите, вернитесь к истокам, и вы всё поймёте. Такая позиция номер два. Третья позиция. Что вам нужно знать прямо сейчас? Мы видим тройку Пентакля. Это хорошие тенденции. Ну, что она означает, эта карта? Что за хорошие тенденции идут? А я вам сейчас объясню. Вообще тройка Пентакля, она в этой колоде показывает хорошее устремление, движение по полям кармы. И мы понимаем, что вот эти благие тенденции, они ведут нас в направлении всё более тонких вибраций каких-то. То есть у вас идёт стабилизация хорошего, у вас идёт улучшение движения праны. Возможно, очистились недавно. Возможно, просто сейчас идёт рывок вперёд по пути развития, по пути карьерной лестницы, по пути того, чтобы богатеть, увеличивать свой доход, материальное состояние. Либо улучшать свой путь, своё развитие. Открываются у вас пути, понимаете? Вы как будто развиваетесь, вы как будто становитесь лучше. Хорошие тенденции. Карта показывает, что вы сейчас на пути к тому, чтобы у вас становилась лучше жизнь, чтобы вы сами становились лучше. Карта очень хорошая, карта очень положительная. Она вас ведёт вперёд, она вам показывает, что вы всё больше развиваетесь в плане экстрасенсорики даже. Понимаете больше, интуиция у вас сильнее. Поэтому в добрый путь. Позиция номер четыре. Что вам нужно знать прямо сейчас? А здесь мы видим самый первый аркан. И это верховная, божественная сущность. Это старший, это самый крутой аркан, так скажем, в этой колоде. Что он означает? Это вот такой план Абсолюта. Мы, так скажем, понимаем, что это карта Бога. Карта показывает вам, что высшие силы дают вам на пути в жизни своё благословение. Потому что вы делали какие-то благодеяния раньше, и вам идёт благоприятная, положительная карма. Высшие силы вас, высший разум благословляет на какие-то действия, которые вы сейчас собираетесь предпринять. И вам говорят, у вас всё получится. Вы удачливый человек. Вы пройдёте вперёд вместе с Богом. Просто отдайте все свои намерения Богу, и Бог проведёт вас наилучшим путём. Вы благословенный человек. Вот что говорит эта карта. Вы верховная, абсолютная Личность. Вы соединены с своим Высшим Я. Вы соединены с Всевышним, с Богом. И вы понимаете свою связь с Богом. Вы понимаете, что у вас всё получится обязательно. Вот что-то вы задумали такое. И прямо сегодня, прямо сейчас карта вам говорит, всё получится, потому что Бог вас благословил на это. Он взял в свои руки ваши планы, и Он их осуществит обязательно. Единство с Богом определяет вашу жизнь, определяет ваш путь. Когда мы идём с Богом, мы идём по правильному пути, и этот путь всегда будет светел. Такая позиция номер четыре. Пятая позиция. Что вам нужно знать прямо сейчас? А вот здесь мы видим двоечку жезла. Это майя, это иллюзия. Что вам говорит эта карта в первую очередь? Вот смотрите. Майя или иллюзия, она вам показывает, что всё не просто так в вашей жизни. Она показывает, что вы не заботитесь о своей духовной природе. Вы не заботитесь о Боге, и вам нужно выйти из этой иллюзии и начать заботиться о Боге, о своей духовной природе. Карта вас наставляет на путь истинный. Она говорит, что ты заблудился человек, ты идёшь не по Божьему пути. Тебе нужно пойти, если ты православный, в храм молиться, разговаривать с Богом, как с другом. Если ты мусульманин, нужно в мечеть идти молиться. Нужно соблюдать законы своей веры. Какая бы вера сейчас у вас не была, нужно к ней обратиться и молиться. Потому что как-то вы от своей веры ушли. И карта показывает эти иллюзии. Она говорит, обратись к Богу, позаботься о Боге. Принеси жертву Богу. Приди, помоги в храме, в мечети помоги. Помоги в синагоге. Принеси туда 12 самых красивых яблок, как жертву. Положи и подари. И никогда, когда покупаешь эти 12 яблок, не торгуйся. Тебе зачтётся. Обратись к Богу с искренней молитвой от сердца. И иллюзии развеются. И попадёте действительно по своему пути, по которому нужно идти. А сейчас будет перед вами много путей. Много. И вы не можете определиться, в какую сторону податься. Обратитесь к Богу. Он вас наставит на истинный путь. И шестая позиция. Что вам нужно знать прямо сейчас? Мы видим семёрочку жезла. Тщеславие. Карта показывает, как кто-то очень сильно, любя себя, глядит в зеркальце своё. Какой я красивый, какой я хороший. И любует со собой этот человек. Какой-то есть самообман в вашей жизни. Ложная может быть гордость. Может быть построение каких-то воздушных замков, которые не надо было строить. Как будто человек пьян с собой. И в нём просыпаются дурные желания. Желание, да, может поздеваться над кем-то. Может выпить. Может быть желание даже, знаете, как вставлять людям палки в колёса, потому что я такой крутой и у меня есть власть. Попробуйте взглянуть на себя со стороны. Как будто бы на свою жизнь с высоты птичьего полёта. Всё ли так радужно, как вы считаете? Всё ли так красиво? В вас всё ли идеально? То есть все окружающие какашки, а вы супер, да? Нет, такого не бывает. Всё равно есть недостатки у каждого, есть свои достоинства. Вы хороший, уважаемый человек. Но не идите по негативному пути. Не культивируйте плохие эмоции по отношению к кому бы то ни было, соперники у вас или соперницы, в чём бы то ни было, в работе или в личной жизни. Постарайтесь взглянуть на всё с высоты птичьего полёта и всё поймёте. Вот такие у нас были 6 позиций. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы все мои видео выходили сразу же у вас. Всем пока!